Ильдара Рязанова связывает с Самарой больше, чем многие думают. Легендарный режиссер не только родился в нашем городе, но и приезжал сюда несколько раз и даже обзавелся верными друзьями. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня Владимир Витих, доктор технических наук и друг Альдара Рязанова. Здравствуйте, Владимир Андреевич. Здравствуйте, Мариана. Владимир Андреевич, ну давайте начнем. Сколько лет вы дружили с Альдаром Александровичем? Как вы познакомились и как так получилось, что из простого знакомства это переросло в большую крепкую дружбу? Вы знаете, нас познакомил Василий Аксенов, известный писатель, владелец Думы молодежи 60-х годов. И он очень дружил и с Альдаром Александровичем. Но он был вообще очень такой контактный человек, его многие знали. И когда мы с Аксеновым затеяли такой фестиваль из века 20-го, век 21-го в Самаре, был такой фестиваль в 90-е годы, то в 93-м году это было первое событие, это была Аксеновская конференция первая, на которой сам писатель присутствовал. В 94-м году это была литература волны, третьей волны русской миграции. А вот в 95-м уже мы решили, что это должно выйти за рамки литературной, и там появился уже джаз Алексея Козлова, Макаревич с машины времени приехал, и Ильдар Александрович привез тогда свой фильм «Предсказание». И вот меня Вася с ним в 95-м году, в июне 95-го познакомил. И, собственно, с этого все началось наше. Когда вы с ним знакомились, вот было ли у вас какое-то внутреннее чувство? На тот момент уже Ильдар Рязанов был уже большой величиной, известным человеком. Все мы смотрели, ну не мы, но тем не менее смотрели его фильмы «Вся страна». Вот знакомство с Рязановым оказало на вас какое-то эмоциональное? Ну, вне всякого сомнения. То есть понятно совершенно, что до встречи уже на меня Рязанов оказал через свои фильмы воздействие. Ну, могу сказать одно даже, может, это интересно. Дело в том, что я учился в девятом классе, когда в 58-м году, ой, в 56-м году, извиняюсь, то вышел тогда уже накануне, по-моему, в 55-м, да, «Карнавальная ночь». И я такой создал ансамбль в школе. Было две гитары, два аккордеона, пионерский барабан и пианино, где я играл на пианино. И мы играли музыку из «Карнавальной ночи» тогда. Представляете, что? То есть это уже там 60 лет назад почти было. И тогда, я помню, мы этот фильм смотрели раз 5-6. Вот с этого началось все. Это был необычный по тем временам фильм. Началась та самая «Оттепель» в это время. В общем, все. И вот Ильдар Саныч как бы своими и последующими всем фильмами, конечно, оказал огромное влияние не только на меня, но на всю мою семью. И я могу сказать даже, что моя мама, она тогда еще была жива, она с удовольствием смотрела этот фильм. Потом мои дети родились, они тоже смотрели этот фильм. И внуки теперь, которые тоже сейчас. То есть 4 поколения моей семьи все были как бы под влиянием фильмов «Рязанова». Поэтому не только я, но и моя семья. А когда мы познакомились, ну, само собой. Потому что тут уже появился совершенно потрясающий, замечательный человек Ильдар Саныч как. Потому что он был таким, ну, доброжелательным человеком. Вот он, когда с вами встречался, то я обратил внимание, он всегда больше спрашивает о человеке. То есть он был направлен бы в вашу сторону. Он спрашивал, как вы живете. Не просто что он на себя вкусировал внимание, а он был как бы такой вот обратный. Очень интересно. Ну, как получилось, что вы именно друзьями стали? Потому что знакомство, оно не предполагает, да, автоматически какую-то дружбу. Началось, может быть, это просто с того, что это какое-то обоюдное было, взаимная симпатия, что ли. Ильдар Саныч мне вот подарил эту книжку тогда же, при первой, по-моему, ну, при второй встрече. У него вышел тогда внутренний монолог, она называлась. Это первый его сборник стихов. И я, когда прочитал эти стихи, то вообще на меня произвели большое впечатление, потому что я не ожидал, что Эльдар Саныч еще и поэт. Причем, знаете, не просто поэт, а поэт-философ, который размышляет о жизни. И вот одно стихотворение, оно так называлось. Я все еще, как прежде, жил-живу, мне так понравилось, что я написал музыку на эти стихи. И уже вот в 97-м году, когда Эльдар Саныч приехал к нам, и мы тут празднули ему, поскольку день рождения нельзя праздновать, а у него в 97-м году было 70-летие. Вот, в ноябре, 18 ноября он родился. А мы, это было в июне, и мы в июне 97-го года, я не помню, праздновали, по-моему, 156 дней до дня рождения. Он сказал, нельзя же праздновать все. И у нас было так, и на афишу даже было это. То есть на афишу было, что празднуем там, я цифру, может, перепутал, но, по-моему, 156 дней до дня рождения. И вот это был праздник, филармония. А я накануне, он приехал дня за два или за день, мы были дома, у нас обедали, и я ему показал эту песню, ну, ее исполнил ему там, все было замечательно. Он, кстати, внес даже здесь вот изменения некоторые сюда, одну строчку изменил, сказать, значит, я вот подумал, ну, поменял эту строчку, так что у меня тут вот с авторской сменой текста есть экземпляры этой книжки. И очень интересно, что Эльдар Александрович потом сделал мне сюрприз очень. Ну, короче, филармония, полный зал, там, народы все. Он, естественно, все сломал, вел сам этот тоже концерт, мы там запланировали было, что-то думали, что будет по нашей схеме. И он импровизировал как угодно. В час все вдруг, я за кулисами был, он говорит, Володя, слушай, ты давай-ка песню спой. А я ее, собственно, сам первый раз исполнял. Я думаю, сейчас слова забуду. Ну, короче, он меня вытащил на сцену, и я, в общем, его день рождения, вот этот, точнее, 156 дня дня рождения, ее презентовал. Ну, у нас как-то вот все это пошло, знаете, очень непринужденно, и мы как-то с ним подружились, женой его, Эммы, ну, и она тоже, как здесь, может, сыграла какую-то... Ну, конечно, безусловно, это потрясающий человек, прежде всего. Вы, я знаю, вы мне рассказывали, что он был невероятным рассказчиком, да, и что за каким-то застольем на каких-то мероприятиях люди, открыв рот, слушали его истории, и так ли это на самом деле? Ну, конечно, да. Вы знаете, чем дело? Дело в том, что, ну, как бы вам сказать, вы помните, когда он делал кинопанораму, и вот эти свои исторические ракурсы куда-то, у него много было этих передач, то вот Эльдар Александрович, для меня лично, как человек сошел с экрана, он, понимаете, он не менялся, вот он абсолютно внешне, внутренне и все прочее, он такой же, вот, как мы его видим на экране, понимаете? Вот он, когда он дома, то, по существу, это продолжение все этого. У него невероятное количество всяких историй, там, рассказов, чего-то, и поэтому, как только Эльдар Александрович появляется, я так понимаю, в какой-то компании там, в любой, он становится ее душой, там, центром внимания какого-то. Просто потому, что у него огромное количество, во-первых, знаний, он много чего знает обо всем, у него, так сказать, ракурс, он идет, у него мысльская, так, он исторический факт взял какой-то, потом литературный герой всплыл, от этого литературного героя, там, современности к герою Достоевского какому-нибудь, еще что-то. То есть вот его рассказы всегда были очень интересны, потому что они какие-то цепляли пласты такие. Ну, как, собственно, вот по телевидению, он же так тоже делал, помните? За 20 лет дружбы наверняка накопилось немало историй, да, которые вы вспоминаете сейчас, наверное, в семье, связанные, да, с Эльдаром Рязановым. Какое, наверное, вот самое яркое, может быть, воспоминание, потому что, опять же, я знаю, что вы куда-то ездили по Волге, на теплоходе вместе ездили, отдыхали, и были вот такие какие-то даже мини-путешествия и мероприятия, которые наверняка в памяти обложились. Вы знаете, да, если говорить серьезно, из каких-то таких серьезных вещей об этом, то на меня, знаете, что произвело? Однажды я написал книжку, там, не будем говорить, зачем, профессиональную, там, на тему, я назвал «Введение в теории интерсубъективного управления». И она такая, ну, будем для простоты говорить, отповедь бюрократии. То есть, грубо говоря, она начинается с того, что бюрократия в хорошем смысле – это нормально все, это 20-й век, надо назвать веком бюрократии. А потом я потихонечку говорю, что оно в 21-м веке надо как-то по-другому. И вот там иначе у меня какие-то предложения. И я эту книжку подарил ему, короче. Понимаете, когда я ему подарил, то он ее, как потом выяснилось, прочел. Понимаете? И я как-то к нему приехал, был в Москве когда, и он говорит, «Володя, а книжку-то прочел, ты знаешь, в общем, в ней...» И мы с ним провели разговор, понимаете, о чем делал. Я говорил как с профессиональным специалистом в области теории управления. Можете себе представить? То есть он выступал и высказал много очень озабоченностей, его беспокоило вообще состояние нашего общества, он очень много говорил о проблемах духовного, в основном, образования молодежи. Как вот сделать, чтобы молодежь более духовная была. Ему надо было очень с ним серьезно разговаривать. И вообще в последнее время он, повторяю, был... Для меня он был каким-то философом даже. Понимаете? С ним, когда встречаешься, все время какие-то поднимались темы не легкие, легкие, как привычные для его фильмов, «Ирония судьбы», там, «Карнавальные ночи», я не знаю, там, «Гаража», там, еще что-то. А это был человек, знаете, вот очень интересный. Мне с ним, короче, было интересно профессионально даже все. Владимир Владимирович, ну вот вы еще, насколько я знаю, еще при жизни Ильдар Саныча пытались и говорили, и трубили о том, что есть дом, в котором он родился, что необходима мемориальная табличка, необходим музей. Почему вы так решили, да? То есть что было отправной точкой? И каким образом шла вот эта работа по созданию музея Ильдара Резонова? Ну, вы знаете, в чем дело? Я ведь прикоснулся к этому еще и при жизни вместе с ним. Дело в том, что когда я узнал, что он из Самары, то выяснилось, что у него метрик нет. Ну, это выписки о том, где он родился. И тогда помог Олег Николаевич Сысуев, мэр тогда был. И он попросил, в общем, в архиве нашли. И я держал в руках эти метрики. Там было написано, что вот Александр Семенович Резанов отец, что Софья Михайловна Резанова мать, что родился мальчик весом, кстати, 3 килограмма 950 грамм. То есть он нелегкий такой. Да, богатыр. Вот мальчик Эльдар Резанов, вот 18 ноября и так далее. То есть началось все вот с этого. То есть как бы я прикоснулся к этой истории, к этому дому. Почему к дому-то? Потому что мы искали адрес, он не помнил, естественно, адрес. Потому что Эльдар Резанович, ну, когда родился, тем больше не мог. А вот в 1941 году он забыл даже. И когда я его спросил адрес, он говорит, а я не помню. А там он был. Метрика была написана. Фронт за 120, квартира 1. А это мама его приехала тогда. И они же, отец у него был, этим, пол... В Туркпредстве работал в Иране, в Тегеране. И когда надо было ей рожать ребенка, то она решила поехать к сестре в Самару. И она поэтому из Тегерана перебралась в Самару. И родила Лесару Александровичу вот здесь, нам, в Самаре. Понимаете? И вот, короче, с этого все началось. Потому что мы нашли корни вот этих вот, ну, документы, с которыми ясно, где он родился. И когда он приехал потом, то мы с ним пошли туда. И очень интересно, когда мы вошли в эту квартиру, он помнил уже, конечно, вход там, все, все. Его первый фраз был такой, он говорит, Володя, слушай, тут все, говорит, как было во время войны. То есть такая была какая-то и мебель, и все было, в общем, такое, как... Как будто ничего не изменилось за эти 50 лет, представляете? И у вас возникла идея создать музей. Да. И вот тогда же уже у меня, конечно же, мелькнуло, что нужно было бы это, конечно, увековечить. Потому что если это человек, который родился вот в этой комнате, его привезли сюда, вот. Потом он жил год здесь. Потом он в эту филармонию ходил там каждый месяц на Сильву, как он говорил. Потому что он год жил, и он, как он сказал, 12-15 раз Сильву посмотрел. Ну, к счастью, да, у нас теперь мы обладаем этой ценной информацией, что музею Эльдара Рязанова все-таки быть. И у нас есть небольшой сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим и вернемся к обсуждению. Это было июнь 1997 года. Я помню, мы подошли вот сюда. И он мне начал с того, сказал, Володя, вот это окно и вот то, эти два окна, это вот окна в ту квартиру, где мы жили. Его же сюда, Эльдар Александрович, его в этот дом, когда он родился, 18 ноября 1927 года, то его сюда принесла мама. Владимир Витих дружил с Эльдаром Рязановым больше 20 лет. Друг семьи он хорошо знал, как тепло относился режиссер к родному городу. О том, чтобы открыть в этом месте музей, в Самаре заговорили еще в августе прошлого года. Сейчас в Рязановской квартире расположился офис Департамента управления городским имуществом. По соседству – жилые помещения. Концепцию музея глава Самары Олег Фурсов поручил подготовить в ближайшие месяцы. Какую-то работу надо создать, разработать концепцию, чтобы вы регулярно встречались, обменяем изменения. Обязательно примите участие в разработке концепции сквера, значит, тоже нужно понимать, что это объект, который будет у нас. Пожалуйста, быстро все разработайте, согласуйте и начинайте. По цифрам, которые называют сейчас, музей будет занимать не больше 120 квадратных метров. Это примерно половина первого этажа этого здания. Это позволит не только восстановить облик старой квартиры, но и сделать выставочный зал и кинозал. А еще в Самаре может появиться уже в этом году сквер Эльдара Рязанова. Сейчас здесь фактически парковка, а в будущем могут зазеленеть деревья. И именно здесь могут поставить памятник Эльдару Рязанову, нашему земляку, режиссеру, любимому по всей России. Владимир Андреевич, ну вот какая последняя уже информация? Потому что информация о том, что музей будет, мы узнали на прошлой неделе. На этой неделе что-то новенькое, может быть? Да, новенькое вот что. Дело в том, что уже заказали московскому скульптору памятник Эльдару Рязановичу. Наверное, попросим его же изготовить им мемориальную доску, чтобы это было в одном стиле. Но вот я говорю, главное, вот уже было сейчас передача, там Олег Борисович Фурсов провел совещание, ровно неделю назад, 10-го, где уже по существу все поручения раздал. Он дал поручение первое, разработать концепцию в течение месяца, поручение Шестопалову и Татьяне Викторовне, ну, главе департамента культуры. Вот, ну, мы там тоже будем, я буду участвовать, Добрусин Виталий Аркадьевич, вот, написать концепцию вот всего этого музея. И определили сроки, что, может быть, первый срок, это открытие мемориальной доски, это август этого года, а последний срок, это 90-летие Эльдара Александровича, ноябрь, следующего, 17-го года, когда будет 90-е лет исполняться. Вот, и вот к ноябрю будущего года сделать музей весь. Что мыслится в музее? Ну, как минимум, понятно, что это первый этаж, где это будет, по-видимому, ну, будет воссоздана та обстановка, атмосфера, которая была во время войны, когда он там жил. Но была идея, я с женой вчера разговаривал, она готова предоставить, ну, необходимую вещь, стол даже, может быть, какие-то письменные принадлежности, кресло, для того, чтобы, может быть, сделать, например, рабочий кабинет Рязанова, рядом с этими двумя комнатами, где вот он жил. То есть, где вот эти два окна, вот там, рядышком можно сделать кабинет, небольшой такой, и там, скажем, поставить стол, может. Вот такая пока, наметки такая, идея есть, понимаете. Далее надо сквер обязательно разбить. И Олег Борисович такое поручение тоже дал департаменту благоустройства. И они, я так понимаю, к августу, может быть, уже тоже что-то уже сделают там, чтобы было. И идея такая, что, наверное, все же в этом сквере Рязанова нужно поставить, будет памятник ему. Это все-таки будет памятник или это бюст? Или думаете еще, да? Вот решается сейчас. Я встречался с главным архитектором у нас, в нашем городе. И вот он сказал, что как раз это все будет зависеть, где, как, ставить, чего, от обстановки, в общем. Не знаю, это еще не решено, но это может быть, короче, и вариант, когда Рязанов в полный рост, но это может быть и бюст. Не решено, пока еще не решено. Вот такие, я бы сказал, общие габариты, что памятник дом-музей, это не просто будет дом-музей, вот первый этаж, а это будет, во-первых, сквер, там будет бюст или памятник. Вот. А вообще еще одна мысль, это было уже обсуждение в пятницу, 11-го заседала комиссия по году кино, который вот объявлен в Россию. Наша областная, вот. И эту комиссию, на ней обсуждался даже вопрос о том, что, а может быть, весь дом, если взять теперь, то, может быть, сделать это дом-музей кино вообще. То есть, скажем, первый этаж, это дом-музей Рязанова. Допустим, второй этаж сделать там небольшой кинозал, там метров 120, допустим, можно сделать кинозал. С тем, чтобы можно было прийти, кто-то, допустим, экскурсия какая-то, кто-то пришли, поднялись на второй этаж и посмотрели, если не целый фильм, то фрагменты какие-то из фильмов и так далее. Но мысль такая, что, может быть, это сделать дом-кино. Дело в том, что у нас многие ведь актеры вышли из Самары и так далее. Да, нам есть чем гордиться. И Ольга Остраумова, конечно, есть чем гордиться. Есть чем гордиться. И поэтому можно этот дом весь рассмотреть, то можно его спроектировать как музей кино самарский. Ну, а внутри этого музея будет дом-музей Рязанова. Владимир Андреевич, еще вот хочется, времени мало остается, а хочется еще многое спросить. Рассказывали вы мне историю, но ее мне рассказывали лично, а мне хочется, чтобы и зрители наши тоже это услышали. О том, как однажды приезжал к вам в гости Эльдар Рязанов со своей женой, и как было застолье, и как он воровал пирожки. Расскажите, это невероятно трогательно, мне кажется, что и зрители наши с удовольствием послушают. Дело в том, что Эмма Валерьяновна, жена Эльдар Рязановича, она следила за его фигурой. Ну, он тогда и, правда, пополнее был, чем был в последние времена. Ну, в общем, и она все время говорила, что Элик, она у Элик звала, ты давай не ешь пирожное, ты не ешь там чего-то и так далее. А у меня жена невероятно вкусно готовила две вещи. Она делала беляши, маленькие такие, они, знаете, у нее даже вид был такой, что его нельзя было не съесть. И пирожки она делала, правильно сказать, с мясом, который тоже был, он такой маленький был, его можно было бы просто весь в рот положить. Ну, и все, и сели мы за стол, все замечательно идет, мы едим эти пирожки, их много. Она сделала, знаете, такую прям целую супницу, по-моему, такую, знаете, вот полную, одна беляши, другая эти пирожки. И мы спокойно их поглощаем, поедаем, а Эльдар Александрович скучает, сидит, он ест там что-то, что ему можно, травки какие-то, еще что-то там. И тут прямо с Вася Аксеновым, вот, который тоже тогда был газ, вышли курить на балкон. И как только он не вышел, тихий такой, Эльдар Александрович вдруг такой в личном глазах говорит, «Володя, давай быстрее!» И я, по-моему, шуму и беляшей, и пирожков на дарилку положил, и вот пока она курила, он сколько мог, он смел там все так, знаете, все. И был доволен, невероятно, говорит, вкуснота, не очень. Ну, это была одна минута там, не больше. Успел за минуту, да, наверное, в конкурсе каком-то поучаствовал бы. Успел, да, очень быстро. Владимир Андреевич, знаю, что еще незадолго до смерти, буквально за несколько дней, вы по телефону разговаривали с Эльдар Александровичем. Что вот он вам тогда успел сказать, потому что вы один из последних, наверное, кто вот так вот по-настоящему с ним говорил. Ну, знаете, к великому сожалению, наши разговоры с ним тогда касались болезни. Дело в том, что меня прооперировали за месяц до его смерти, у меня тоже была серьезная операция такая. И он мне помог тогда, потому что совершенно потрясающе, как он сам сказал, хирурга от Бога, нашел Эльдар Александровичем. И он меня, правда, блестяще прооперировал, потому что у меня была очень сложная операция и так далее. И вот мой последний разговор, когда с Эльдар Александровичем был, после того, как я выписался, я, значит, меня оперировали 22 октября, в начале, в общем, ноября. Я ему звонил, и вот мы с ним говорили, но он, естественно, спрашивал. У меня у жены тоже была такая же у нас была, поэтому у нас был разговор какой-то весь о здоровье моей жены там, о моем здоровье. Ну, а мы, естественно, я спрашивал, что у него, но он уже тогда, неважно, себя чувствовал и все. Но он дома в это время был, понимаете, потому что, вот, и я ему звонил, потом еще раз, уже очень коротко, на день рождения, это было 18 ноября. А ушел он 30-го, то есть, видите, через 12 дней буквально. Как вы думаете, он чувствовал, он знал, что это его последние дни, он уходит? Конечно, дело в том, что он приезжал, когда в 12-м году, то есть он приехал после серьезнейшей операции на позвоночнике. У него была очень серьезная операция, у него был какой-то там штырь вставлен, у него позвонки как-то вот гуляли в горизонтальной плоскости, ему там, в Германии это сделали, ему ставили штырь какой-то, да еще поезд сделали, какой-то металлический. Полминутка у нас остается, к сожалению, до конца эфира, последний буквально вопрос. На ваш взгляд, он был доволен той жизнью, которую он прожил? Ой, конечно. Понимаете, это безусловно, это человек, который отдавал себя жизни, любил жизнь, любил людей. И в моем представлении, человек, который любит жизнь и любит людей в этой жизни, ну, он счастлив должен быть всегда. Мне кажется, что Эльдар Александрович, человек, который, ну, я ставил после себя невероятное наследие, такое, что на века, я думаю, эти фильмы будут смотреть еще не только вот четыре мои поколения, а и другие последующие поколения будут смотреть. Спасибо вам огромное, что пришли. Ждем открытия музея Эльдара Рязанова. Со зрителем прощаюсь. До пятницы. Всего хорошего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин